Необходимо иметь только желание, чтобы сделать наш город лучше. В конце апреля в Иркутске стартует голосование, в ходе которого жители смогут выбрать территории, которые будут благоустраивать в 2022 году. Какие места приведут в порядок в этом году, уже решено. О них подробнее расскажет Олег Федоров. Горожане, в том числе молодые мамы и их дети, привыкли гулять в такой ламповой атмосфере по бульвару Постышева Иркутска. Популярное место для променадов начали благоустраивать в прошлом году. В 2021 году эту работу продолжат. Здесь должна появиться велосипедная дорожка с разметкой, обустроят газон в зонах отдыха, высадят деревья и кустарники. В этом году благоустраивать территории начнут очень рано, ведь город готовится отпраздновать 360-летний юбилей. А привести в порядок надо сразу 15 общественных мест. Если говорить о объектах городского значения, то это дендропарк Академгородка. В этом году мы заходим с первым этапом. Жители Академгородка давно ждали это благоустройство. Очень интересная площадка, которую мы начали благоустраивать в предыдущие годы на пересечении Терешкова и Пушкина. Очень распространенное название это сквер молодежи. Чтобы молодежи Ленинского округа было где заниматься спортом, а людям старшего поколения отдохнуть на лавочках, работы по благоустройству проведут и в этом сквере на улице Шахтерская. Это одно из двух общественных пространств, которые дополнительно приведут в порядок по результатам экономии после проведения торгов. Кроме того, по программе формирования комфортной городской среды обновят еще 54 дворовые территории Иркутска, за которые проголосовали жители. Хоть побороться и пришлось с серьезными соперниками. Парк микрорайона Солнечный – один из видных городских пространств. В 2019 году здесь уже проходил первый этап благоустройства. Тогда здесь провели пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, а также линию уличного освещения. Но на этом дизайнерские решения не закончатся. В этом году здесь планируют создать детскую игровую зону, волейбольный корт, а также площадку для занятий воркаутом. А вдоль береговой линии появится аллея декоративных кустарников. А уже совсем скоро, с 26 апреля, стартует голосование за объекты, где необходимо провести благоустройство в 2022 году. В нем могут принять участие жители областного центра старше 14 лет. И от каждого голоса будет зависеть, как преобразится наш город в ближайшем будущем. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням.